Всем привет, это Роман Юниман. На днях Анатолий Выборный заявил, что пойдет на праймерис Единой России. Если кто не знает, это действующий депутат Госдумы от 210-го округа Москвы, куда входят районы Чертаново, Бутово и Яснево. В общем, это мой, вероятно, конкурент на грядущих выборах. Выборный — уроженец Хмельницкой области Украины, еще и выпускник Львовского высшего военно-политического училища, а также бывший военный прокурор. Ну и, как пишут в СМИ, он еще и видный государственный борец с коррупцией. В общем, человек с праздничной биографией. Я решил, что будет нечестно, если мы не расскажем вам о главных законодательных инициативах этого единоросса. И специально для этого я отобрал пять лучших законопроектов Анатолия Выборного, которые, по его мнению, должны непременно поправить положение дел в России. Как и положено бывшему прокурору, Анатолий Выборный занимается в основном запретительными мерами. Его политическое творчество — это новые наказания, ужесточения, штрафы, посадки. Ну, если, конечно, речь не идет о силовиках. Им, в отличие от обычных граждан России, от Выборного достается не кнут, а пряник. Но давайте обо всем по порядку. Как вы знаете, сегодня вся Москва увешана рекламой прививок. Но, несмотря на это, почти 60% жителей России говорят, что не собираются ставить себе вакцину от коронавируса. Выборный, судя по всему, детально изучил ситуацию и предложил штрафовать тех, кто выступает за обязательное медицинское обследование детей. В июне прошлого года Анатолий Выборный вместе с двумя коллегами по Думе выдвинул очередной странный законопроект. По сути, он предложил штрафовать организации чиновников, которые принуждают детей проходить медицинское обследование. То есть, снова штрафы, но на сей раз до 100 тысяч рублей. Еще один враг Анатолия Выборного — это зацеперы. Ну, знаете, такие не очень умные подростки, которые катаются на электричках, зацепившись за подножку последнего вагона. Именно на борьбе с этими людьми решил сосредоточить свою депутатскую силу Анатолий Выборный. И я позволю себе его процитировать. «Проблема зацепинга приобретает все большую актуальность. И решить мы ее сможем только комплексно и системно. Прежде всего, это усиление карательной политики государства в отношении организаторов групп и тех, кто вовлекает в этот вид экстриму молодежь». Мудро и по-отечески заявил депутат Выборный. Нет, никто не спорит, что зацеперство — это крайне опасная штука. И я вас призываю никогда им не заниматься. Но давайте посмотрим, что же предлагает Выборный. Сначала я подумал, что штрафы. Но нет, штрафы за это уже существуют. Выборный предлагает эти штрафы повысить, ввести уголовную ответственность для организаторов зацеперских сообществ и создать на базе МВД отряды киберполицейских. Ну то есть он реально предложил бороться с зацеперами с помощью уголовки и киберкопов. Ну вот, правда, комплексное и системное решение. И это еще не самое безумное. Переходим к тройке лучших инициатив. Помните, недавно в прессе активно обсуждалось безумное предложение Госдумы сажать граждан за распространение фейков о росте цен. Догадываетесь, кто автор? А ну-ка, наберите воздух побольше. Ну, в общем, это да, это Выборный. Наказывать, по его мнению, за это страшное преступление против государства нужно огромным штрафом или даже тюремным заключением. Ну то есть сходили вы в магазин за гречей, посмотрели дома чек и ужаснулись ценам. Открыли Фейсбук и написали «Безобразие, как же выросли цены». А вам за это прилетает повестка в суд. Ну и комментарий со смайликом от нашего бывшего военного прокурора. За такое опасное преступление Анатолий Выборный предлагает наказывать людей штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или даже лишением свободы до трех лет. Вот написали про рост цен на сахар, уехали на трешечку. И вот когда в России не осталось проблем и запрещать стало нечего, Анатолий Выборный решил устроить небольшую оттепель и кое-что разрешить. Но разрешить не обычным людям, а, конечно, полицейским. В марте прошлого года полицейским, работающим на транспорте, разрешили пользоваться электрошокерами. И законодательную базу под это подвел господин Выборный. Плевать, что шокерам тоже надо уметь пользоваться, и что в случае чего сотрудник полиции должен будет оказать первую помощь человеку, которую он решил таким образом обезвредить. Главное же это дать оружие. Ну и самая главная вещь, которая мешает России развиваться без потрясений, это запрет на ношение кортиков военным в отставке, без специального разрешения. Благо, на выручку спешит Анатолий Выборный. Теперь, благодаря его стараниям, кортики, отставные военные, могут больше не регистрироваться. А вот при этом низким материальным довольствием сотрудников полиции, огромным количеством бумажной работы, которую они выполняют, да и вообще палочной системой, Выборный почему-то не интересуется. Кортик и электрошокер — вот главные амбиции защитника силовиков. В целом создаются ощущения, что в лексиконе выборного есть пять базовых слов. Ужесточить, запретить, оштрафовать, наказать и посадить. Себе, впрочем, он мало что запрещает. Вот передать сыну элитную недвижимость Черногории — это он не запрещает, это всегда пожалуйста. Но если кто-то удумает говорить о повышении цен, то пусть уезжает на трешечку. И совсем не в Черногорию. В общем, настоящий патриот. Подумайте, нужен ли вам такой депутат в Госдуме? Лично мне, как жителю Чертанова, нет. И я сделаю все, чтобы превратить выборного в невыборного. С вами был Роман Юниман. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мои социальные сети и следите за предвыборной гонкой на юге Москвы. Субтитры сделал DimaTorzok